Друзья, я снова всем привет. Очередной день я на рыбалке. После последней рыбалки. После выхода... Ремонтирую дорогу. После последней рыбалки уже прошла примерно неделя. После последнего видео. После этого у меня были попытки. Но нет у нас никак погоды. Ветра, ветра, дожди, снег. Вот такой вот. Короче говоря, толком никуда не поехать. Но в любом случае я не сдаюсь. Сделаю какие-то попытки. Ну пока у меня есть такая возможность. Я просто посвящаю времени. Время для, так скажем, разведки новых мест. Для разведки в местах которых я уже давно не был. То есть пробы. Позапозавчера побывал там в Зеленоградском канале. Надеялся поймать карася. Но, знаете, народная примета. Если чайка летит задницей вперед, значит ветер сильный. Вот чайки летали задом вперед. Нашел себе один задишок. Второй пробовал и так, и так, и кормить. И чё это бы не делал. За целый день я поймал вот такого вот окушкатку. Ну да ладно. Ну да ладно. Ну да ладно. Но там в основном всегда много людей. Ну и снимать несколько неловко. Когда доходишь там чуть ли не местами, ни при чём к плечу стоишь. Ну так как-то не очень хорошо. Ну воскресенье я побывал на Судаке. То есть сегодня четверг, 8 апреля. Ну так тоже погода не шибко баловала. Залив раздуло, колбасило. Рыба хоть и поклёвывала, но я так видосы не получилось у меня запилить полноценного. Поэтому, друзья, прямо сейчас вставляю видео с Калининградского залива. Приятного просмотра. Друзья, я снова всем привет. Ну что, сегодня воскресный день. Я, конечно, в выходные дни не люблю сюда приезжать. Сегодня мы снова в Калининградском заливе. В так называемом Кутке. Сегодня народу беспрецедентное количество. Сегодня весь Калининград здесь. Кое-как я тут присоседился. Тут все друзья знакомые. Сейчас с берега не мог долгое время выйти. С одними поболтаешь с другими. Ну и пол Калининграда знакомых здесь собралось. Ну что, пробуем сегодня поймать Судака. Сегодня такой минусок небольшой был. Минус один. Окна в машине были обледеневшие. Ну, вроде сейчас солнышко начинает прогревать. Поэтому, думаю, ловить будет вполне комфортно. Так что, ладненько, друзья, погнали. Поклевка. Поклевка. Поклювина. Бумс четко. Чёрный красавчик. Ай, блин, шипами по пальцам. Ну что, друзья, вот он первенец. Такой вот небольшой. Здесь какой-то покоцанный. Ай, стой, 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 стой. Так что, ну такое. В принципе, зачетный. Но я меньше 50 сантиметров обычно не беру. Поэтому мы его отпустим сегодня. Ай, иди. Полтинника, наверное, и нет. Мерить даже нечем, да и не буду. Фу, супер. Так что, я уже ушел от нуля. Не успел встать со второго заброса. Кайф, конечно. Так, и вновь у меня отработала вот эта вот чёрно-красная. Которая позапрошлую уже рыбалку. Хорошо зарекомендовала себя. То есть, я был ещё и позавчера. Ну, в ветрище такой. Короче говоря, не занимался видосом. Поймал я трёх небольших судачков. Двух отпустил. Один только был в зачёте. Ну, то есть, погода была совсем не лётная. Пол лодки воды. Вот, поэтому и видосом, в общем-то, не занимался. Поклёвка. Блин, сошёл, ё-мое. Тут чётко так в руку, друзья. Это просто кайф, короче говоря. Вот это утряна прям раздаёт пока. Фух, класс. Поклёвка. Блин. Ёлы-палы. Бахнул. Нет, не засёкся. Демона такой. Так. Это радует. Серия поклёвок не прекращается. Супер. Фух, класс. В руку как надо, друзья. Ну вот, наконец-то и ты от нуля уходишь. Ну да, зачётный. О! Двушечка, да, Серёг? Вот это я понимаю. Ну да, около двушки будет в нём. Может кило 800, что-нибудь такое. Есть весы. Есть весы? Ну взвесишь, скажешь. Есть? Взвешивай, взвешивай. Мои подписчики должны знать. Два триста. Во, видишь, нормально, нормально. Издалека у меня глазомер сбивается немного. ха-ха-ха. 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 Малыш. Ха-ха-ха. Малыш. на подрост. а уже размер нормальный это сошел а где ваш пацан вам комментариях расскажут да ладно еще день только начался чего обидного то а ну да такое да недалеко до двушки был друзья я честно говоря подсак то у меня вот такой смешной откопал тут древний я только честно говоря завел только из-за комментариев потому что ну честно говоря по прошлым годам прям доставали где твой подсак и все в таком духе раньше им пользовался крайне редко много много рыбы сходил но мне не жалко ну сошла да дал ей шанс да и все поэтому у меня вот на борту теперь подсак я могу теперь по выпендриваться перед серёг а в общем друзья здорово сидеть в своей своей компании весело смеемся переговариваемся рядом болтаем ржом есть прям такой не поклёвка именно подвис прям так просто догнал в догонку бахнул вообще без поклёвки без ничего скорее всего зачет мелковастый мелковастая сопротивлялся как будто здоровый вот такой вот друзья небольшенький напильничек но все равно блин у сопротивлялся то как я думал зачете рыба так что пускай идет на подросток класс это рыбалочка друзья это просто бомбическая рыбалочка все вот эта приманка работает что вот у серёги ну ребятам тоже черно-красный цвет сегодня у всех заходит на ура я уже перепробовал гору всего вернулся опять к это черный красный блин тема и серёга на 2300 на нее же поймал класс да друзья на рабочих с каждом видео проговаривать такой момент по поводу нерестового запрета то есть у нас сегодня 8 апреля запрет у нас начинается 20 то есть у нас еще почти две недели для успешного поиска рыбы для успешной ловли погода пока для успешного ловли никак не помогает нам в этом просто бывают люди которые с пеной у рта доказать что по всей стране правила одинаковые сами понимаете как это может быть возможным когда у нас извините с климатических поясов наша страна за столько огромное и остальные страны нам завидуют что у нас от тропиков до вечной мерзлоты конечно что у нас будет прописывать разные правила потому что правила придумывают тоже не от балды пререзать у меня был в том году такой спор уже в личке по моему в контакте человек не прям так вообще прям обвинял жестко по в браконьерстве ну ё-моё а дело в том что видео было выпущено по моему 21 апреля я не мог никак доказать за человеку что видео снято ли 18 или 19 не человек вот прямо с пеной у рта нет ты прямо снял и тут же выложил прям чуть ли не с воды прям такой я не знаю чат куда человека такие понятия если ты ну мало-мальски юзер в интернете но это надо понимать просто что это просто невозможно то есть надо но все равно надо как-то мало-мальски понимать что на монтаж времени выходит но минимум день и зачастую видос это выходит уже очень часто вы видоса выходит через два-три дня бывает некоторые через неделю бывает через две даже то есть такое тоже бывало у меня а мало того очень мало точно человек даст даже такое говорю что на видео видно дату да где у меня нету такого вообще я нигде в камерах даты не стоит просто до нет типа можно понять не то что видно дату а именно можно понять, какого числа было снято видео. Но как это возможно, если ты находишься, например, даже не в Калининградской области. Мало того, друзья, нам повезло несколько больше, чем в других регионах. То есть, наступление на запрет у нас остается полным-полно водоемов, где вполне законно разрешено ловить. Если кто-то, друзья, не верит, там, насчет этого, что, может быть, думает, что я вру, то есть, сейчас найду какую-то ссылку на какой-нибудь форум, там, не знаю, любоохраны, я оставлю его в описании под видео. Если кто-то там прям вот совсем мне не доверяет, такие тоже бывают. Ну, друзья, прибыл на место, думал сперва переправиться на ту сторону, там вообще просто все заросло за эти годы. Давным-давно, ну, не был, я здесь не ловил, так, проездом сколько раз был, но не обращал особо внимания. Раньше мы где-то с батей вот там вот сидели, прям вообще классно было. Ну, здесь народу просто обычно, когда ход рыбы идет немерено просто. Сейчас еще пока людей не очень много, поэтому тогда переправлялись, чтобы здесь себе нормально там место занять, потому что не все лодки берут с собой. Поэтому сейчас я расположусь, что-нибудь заброшу. Мало того, если сейчас присяду, то такая низинка, ветер как раз оттуда задувает, спину, то есть с той стороны это будет в лицо задувать, поэтому вообще местечко прямо на ура выбрано. сейчас будем кормить, пробовать, ловить, короче говоря. Пока раскладываюсь потихонечку, решил забросить удочку, вот как из пулемета лупят вон мелкая густерень, мелкая плотвичка, акушарики, ну, все такое вот. Вот мы не за этим сюда приехали. Еще не кормил ничего, просто вот так, чисто тяп-ляп, бросил удочку. Попробовать. Сейчас лодка уже почти надута. Ну, сразу же, сразу же дубасят. Может быть, прикормиться в процессе. Ну, ладно, сейчас главная задача это донка-резинка, мне прям интересно на нее половить. Погнали, попробуем зарядить доночку. Одному, конечно, неудобно, чтобы кто-то помогал бы хорошо, бы за траву, чтобы не цеплялась. Надеюсь, что не будет цепляться. Так, ну что, друзья, заряжаем потихонечку. Ставлю пока бутербродик. Вот. Посмотрим, что у нас получится. Что здесь у берега на удочку, конечно, мелочи доливают, как из пулемета лупят. Только успеваю забрасывать. И крупные не построят. Поймал с десяток, наверное, так. Чисто ради прикола. Так, решил доночку завести подальше. Примерно она будет ловить у меня с центра. Поэкспериментировать решил. Сейчас через один поводки поставил. Какие-то подлиннее, какие-то покороче. Посмотрим, на что будет лучше. Так, ну, в общем, все готово. Пробуем. Ну, нормально. Почти на центр реки, по идее, должен зайти. Бубенчики повесим так на всякий. На палку, мало ли. Все, ждем поклевку, короче говоря, друзья. Так, ну, пока зарядил эту, сейчас подкормлюсь под удочку. Попробуем на поплавочек половить. Ну, посмотрим, на что будет лучше, на то и будет. Пока доночка молчит. Да, друзья, пока я тут вмешиваюсь, бас, что-то удочка. Я даже не заметил, как она поехала ни с того, ни с того. Столько времени пролежала. А оказывается, вон она что. Клюнула вот такая мелкая плотвичка. И на нее соблазнена щука. Вон она, вся раздолбанная плотва. Вся он, покоцанная. Вот это номер. Щука клюнула. Представляете? И самое прикольное, когда доставал, камера не была включена. Я что-то чувствовал. То есть, какая-то рыба была. То есть, ну, пускай, может быть, это не крупная, скорее всего, щучка мелкая. Но вот сам факт налицо. Наживца бахнула. Пока я тут с донкой вожусь, решил прикормиться, удочку положил. Офигай себе. Вот это номер. Так вот, оставь удочку. Бедного живца всего раскоцало. Да, тут глаз до глаз надо. Сейчас прикормлю еще. Опа. Оп, точно. Вот это номер. И смех, и грех. Так и без удочки остаться можно. Честно говоря, даже об этом не подумал. Сейчас повиснет щука-то она будет прямо бесноваться. Так что, я думаю, через пару дней мы уже выйдем, попробуем поймать ее. Как раз после нереста. Должна быть суперактивная. Вот так, отлично. Маленькая. Пробуем. А Донка молчит. Странно. Я на нее прям такие надежды возлагал. О, густерочка сразу же на прикормочку подошла. Ничего такая нормальная. Такая вот. Ну, не особо крупная пока. Пока отпустим. Все равно прикормка начала работать. Что-то покрупнее подходить начала. О, платуичка такая уже не чешная. Друзья, такая более-менее уже пивного размера на удочку. Супер. Так. Друзья, что-то зашевелило. Что-то есть. Некрупная. О, платвичка. Ничего такая. Супер. Так что Доночка работает. Поплавочка тоже. Я там, правда, ее уже там, наверное, парика сажала. Поставил ее в лодку специально, чтобы... Так, сейчас уберем. Что-то больше не утащило. И что? Ловится на Доночку потихонечку. Сто лет, сто зимно такое я не ловил. Чтобы не так шатало ветром. Поклевка такая нежная. Попробуй высмотреть. Так, опа. О, вот так будет в самый раз. Ребята, уже, честно говоря, все равно дико интересно поймать на эту Донку. На нее, конечно, клюет не очень хорошо. На уличку, как из пулемета, на мелкая плотва. Сейчас уже тут тренируюсь, исполняю. Поводки удлиняю. Подтащил ближе груз, то есть всю резинку. То есть она сейчас вообще недалеко от берега. Получается, крючки стоят. Ну, что-то, что-то хоть начало клювать. Посмотрим. О, вот кто. Ёлы-палы, я-то думал. Я-то думал на длинный поводок, на мою там, какую-то там придумку. Нифига, на верхний крючок. Вот такая вот мелочь. Ничего, мы не сдаемся. Мы ждем свою заветную поклевку. Сейчас подсвежим опарика с червячком. Вот так, бутербродик одеваем. Все равно, друзья, дико интересно на эту донку половить. Детство вспомнить. Ну, а в общем, мы ждем ход нормальной плотой. Дай бог, что потеплеет. Она сейчас вот-вот пойдет. Я вам еще должен все-таки показать нормальную рыбалку с нормальной плотвой. А то все как-то у меня. Ну, погоды нету толком. Не крупняк в основном. Вот. Так что, пробуем дальше. Сразу лупит. Ну, прям ты-ты-ты-ты-ты-ка. Вообще еле-еле шевелит. Не поймешь, что-то вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ну, что-то есть. Пошла возня. Мелочи приятно все равно. Ну, дуплет. Ёлы-палы. Акушара. Как горбач-горбач. Горбач-клюв. О, на длинный поводок. Все, я уже экспериментирую. Так, этак. Ну, сегодня мы рыбу не берем. Не той системы рыбы. Уже сейчас муха начнется. Если только, как мне говорили, сухом посоли ее сделать. Надо ящик какой-то придумать. Придумать. Тема классная. Вот это и спасение от мухи. Ну, насколько мне пока еще не пробовал, друзья. Рассказывали, что ящик деревянный. Засыпаешь соли. Закладываешь туда рыбу. Пересыпаешь соли. Ну, чтобы стекало. Снизу должны быть отверстия в ящике в этом. Надо попробовать, честно говоря. Вообще надо где-то в интернете посмотреть, как это делается правильно. Потому что я летом обычно платвой не занимаюсь. Потому что из-за мухи, честно говоря, вешать ее. Мне уже, друзья, подписчики в комментариях писали. Спасибо за совет. Я вот сейчас надо будет задуматься. Я все-таки надеюсь. Еще на хорошую плотву нарвемся. Вот. Что еще поймаем? Еще посолим сухом посоли. И рыба вообще забирает столько соли, сколько ей нужно. То есть она не будет пересолена, ничего. То есть надо попробовать. Ну вот, друзья, подтянул поближе, так поклевки вообще постоянно. Длинный поводок надо будет, может быть, еще один сделать. Вот из коротких удлинить. И, по крайней мере, на длинный поклевка более четко видно. Ну, скорее всего, на него прямо она несколько отличается. То есть лежит на дне опарик. Она уже берет, хватает его. И в сторону уже, ну, более так. Амплитуда больше для движения рыбы. И, соответственно, и рывок на леске лучше. Ничего. Сидит вот на длинный поводок. О, блин. Так, голь на выдумке хитра. Кто там? Е-мое, кто это? Кушарик? Я думал, бычок вообще какой-то. Кушарик слишком пернатый какой-то. Конопатый. Нет, вы нам не пойдете. Нам плотва нужно сейчас попробовать здесь еще вот примерно в поле зрения крючки. Ну, примерно, понимая, на какой дистанции надо их прикормить еще это место. Ну, в общем, надо ждать, друзья. Еще вот тепло бы наступило бы нормально. Уже бы, я думаю, хорошая крупная плотва должна уже пойти вот-вот. Местами кто-то уже нарывается, но далеко не всегда. Ну, хоть так, друзья, время провести, потому что особо, видите, какой ветер, а особо на рыбалку-то поехать-то некуда, по большому-то счету. Ну, только на руку ощущаются поклевки. Блин, на оснастку акушарик мелкий. О, и обсосанный второй длинный поводок. То есть не всегда вообще поклевку видно. Вот сейчас отошел, только смотрю, вроде как что-то прыгает непонятно. То ли поклевка, то ли ветер. Вот. А так в руку ощущения нормальные. Так. Видно. Да, ветерок, конечно, колбасит, но идет волнишка небольшая по речке. Боковой ветер. Получается, леска прыгает, не поймешь, поклевка это или что. Хорошо, когда штиль, гладь. Вот это поклевка. Что-то есть. Опа. Вот он. О, и нормальная. Ну, есть такой. Такая нормальная плотвичка. Уже более-менее такого размера. Такая вот. Даже с икоркой. Ладно, мы ее отпустим. Ладно, если бы она массово клевала, можно было бы на вялку брать. А то она что-то как-то массово-то не хочет. Порывы такие по леске бишь, не поймешь, поклевка это или что. Поклевка. Поклевка все-таки. Идет, идет. Все на длинные поводки, друзья. Вот, видимо, короткие они выше стоят. Вот такая вот. Некрупная. Иди на подрост еще. Так. Освежаем червячков. Есть. Опять что-то некрупное. Вот такая. Некрупняк. Освежаем червячка. Ну, сегодня у нас прямо особо крупной плотвы так и не попадается вовсе. Те. Те. Продолжение следует... Да, густера, да все мелочь вообще. На, парика, на тесто, что уже пить, что только не перепробовал. Все перепробовано, червь там, резинку, донку завел. Что там, за хозяин такой живет напротив, елочек чуть-чуть дальше дом. Без понятия, я сюда редко вообще приезжаю. В первый раз приезжай, а что вы здесь рыбу ловите? А, ну... Не знаю, не знаю. Хотел ее послать. Ну, нервы портят только. В том-то и дело. Ну, такая самая история, как у нас. Ну, да, с утра еще простреливала неплохая плотвичка. Сейчас вообще вот такие палечного размера. Он говорит, рыбина небольшая, но с таким глазом. Да, 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 это точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Да, на ветру не так-то ловко справляться с удочкой. Сдувает. Будь здоров. Опа, нифига себе, ребят. Мелочь дуплетами лупит. А удочку исправно клюет, но мелковато. В принципе, так же самое, как и на донку. Такая вот густерень. Ну, исправно. Так можно несколько позабавляться. Моща. Ну, все, друзья, хватит душить мелочь. Вам всем огромное вот такое большущее-большущее спасибо за полный просмотр. Ну, что вот такие у нас несколько трудовые рыбалки. Никак у нас не установится погода. Но уже вроде как в воскресенье начинается более-менее тепло. Потом надеемся, что начнут ветра стихать. И мы еще до запрета успеем классно-классно половить судака. Может быть, классно еще половим плотву. Ну, в общем, все, друзья. Мне пора домой. Как всегда, всем желаю ни хвоста, ни чешуи здоровья. И до новых встреч на водоемах. Все, всем пока.